Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Как и обещала, сегодня я хочу показать вам всходы и развитие кустовой питуньи. Давайте с вами поподробнее посмотрим на все сорта серии и обсудим всхожесть, хорошая она или плохая. Сделаем это мы с вами по окончанию видео. Ну что же, приступим. Первое, что я хочу вам показать, питунья Дотстар. Здесь у меня было 1 грамм драже, но несмотря на это она была у меня дрожжированная, но только очень мелкая. Я вот навыбирала, сколько у меня поместилось в плошку семян. Ну я хочу сказать, что в принципе всхожесть неплохая. Так она дружно повсходила. Меня в принципе все устраивает. Видно, что, конечно, она сразу же такая подтянутая. То есть мне говорили, что она полковатая такая будет. Ну посмотрим, конечно, посмотрим. Очень хочется видеть всем звездную серию у себя. Не успела я ее выставить. Конечно, на нее заказы посыпались. Следующая плошка. Это у меня семена профи от поиска. Здесь все идет мини-флора Бэби Джоконда. Здесь у меня было посеяно 30 штук семян 3 пакетика. По 10 было штук в каждом. Ну я насчитала 27 всходов. Хорошие такие всходы. Мне очень нравится вот такое вот развитие питунья. Она такая сразу же плотная, коренастая, приземистая. Ну и, как вы видите, прям вот по сравнению уж с Дот Стар, тут, конечно, развитие рассады намного красивее. Это Микс Саммер Тайм. Здесь будет такая расцветка. Видите, какая интересная? Впервые я выращиваю эту серию. Очень мне хочется посмотреть, как она будет выглядеть. Это я выращиваю для себя. Ну, быть может, кому-то в подарок уйдет. Так что очень хочу видеть ее у себя, вот эту красавицу. Следующие коробочки уже семена идут подороже. Семена профессиональные, и эта серия идет подороже. Серия Софистика Антигуа Шейд. Здесь такая интересная у нее расцветка, но вот как раз-таки всхожесть-то меня и не очень порадовала. В принципе, на пакетике указывается, что 87 процентов должна быть всхожесть. Ну, вы знаете, мне кажется, здесь намного меньше. То есть, посмотрите, во-первых, и развитие, да, сеянцев, оно неравномерное. Есть вот такой взрослый всход, а есть вот только-только, еще только, да, или вот, например, да. Ну, и посмотрите, сколько здесь пустот. Мне кажется, здесь не 87, но процентов 70, наверное, всхожести есть. Но, тем не менее, что есть, то и имею. Развитие, в принципе, у Росады неплохое, но за исключением, конечно, вот минус то, что неполноценная всхожесть и неравномерное развитие. А следующая софистика у меня здесь расцветка Lime Green. Здесь вот уже процент схожести 96 указан. Но я бы хотела, я бы сказала, что и здесь тоже, как вы видите, у меня пустоты есть и точно так же неравномерное развитие. Есть вот такой большой взрослый вкусик, а есть только-только еще всходит, раскрываются семидольки. Поэтому, конечно, вот что-то софистика мне не нравится тем, что у нее неравномерное развитие. Дальше посмотрим на развитие кустовой петунии Тритуния Роуз. Вот у меня пять плошек, по 50 я сеяла в каждую, и мне нравится. Здесь, в принципе, неплохо все. Ну, вот в этой плошке что-то как-то так вот здесь есть пустоты, то есть я всегда сею методом в бороздке. И вот тут вот мы видим, что здесь пустоты есть. Но в остальных плошках, в принципе, так все неплохо. Я хочу сказать, что вот коренастая такая петуния. Развитие идет у всей петунии равномерное. Мне нравится. Чего не могу сказать о втором виде Тритунии. Тритуния Бургунди. Вот здесь, посмотрите, что-то, конечно, совсем как-то мне не нравится то, что, во-первых, она вот от этой Тритунии отстает. Посмотрите, как в развитии, да, это видно невооруженным взглядом. Ну и плюс здесь, конечно, вот, например, вот в этой плошке пустот намного больше. Вот и в первом ряду, да, вот здесь и здесь и здесь. В общем-то, ну вот вы сами видите, в каких-то плошках более-менее, да, где-то вот эта вот плошка тоже какая-то вот, на мой взгляд, пустоватая. То есть здесь, я думаю, что процентов тоже так же 70-80 всхожесть вот этой, именно вот этой вот расцветки Бургунди. Следующая серия у меня идет Лимба, моя любимица. Люблю ее, обожаю за то, что она такая компактная и в рассадном периоде, и затем в кашпо. Ну и, как всегда, она уж меня не подводит. Не подводит меня Лимба. Посмотрите, какая хорошая всхожесть. Ну, я думаю, что здесь вот, может быть, вот есть парочку мест, где пусто. Ну, 89 процентов здесь, в принципе, так и заявлено. Но мне кажется, здесь больше 89 процентов схожесть. И она тоже, смотрите, такая приземистая. Единственное, конечно, что где-то есть неравномерное развитие, то есть есть такие всходы не очень, ну и небольшие, но я думаю, что это все затем стабилизируется, и Лимба будет красавица. Расцветка у меня Роуз Пикати. В общем, люблю я Лимба, что бы кто ни говорил. Тритуния, да, она красавица, она повыше, и цветки у нее тоже такие поярче. Ну и вот здесь идет разочарование, конечно, у меня. Я впервые заказала серию Дримс, потому что очень много слышала хороших отзывов об этой кустовушке. Выбрала оттенок. Такой красивый Роуз, яркий. Заявлено 96 процентов схожести. И вы посмотрите, у меня здесь я посчитала от силы 10 всходов. И то они просто-напросто вот такие вот. Они никакие. Я думаю, что я даже и мучиться не буду с ними. Я вот вам показала, и сейчас я эти плошки просто-напросто выкину. Ну, потому что я здесь ничего не рыхлила. Кстати, вот видите, как мох продолжает развиваться от высокой влажности, от того, что я его не зачистила. Ну, потому что долго я ждала, что здесь что-то начнет сходить. Но уже ждать больше некуда, конечно же. И Дримс, не знаю, с чем это связано. Скорее всего, старые семена. Наверное, совсем просто-напросто старые. Вот так вот, конечно, очень и очень обидно то, что вот мы рассчитываем. Это вот, например, у меня 250 штук. Вот представляете, 250 у меня нет сеянцев. А кто-то, например, тысячу посеял, 500 там, да. И вот, например, вообще ничего не взошло. Вот как быть в таком случае? Где мне их добрать? А я ведь рассчитываю на это количество. Понятно, что, ну, черенковать. Но я же не буду кустовушку черенковать. Это, мне кажется, уж совсем как-то из ряда вон выходящая ситуация. Поэтому, конечно, это расстраивает. Кстати, я хотела еще сказать о том, что я вообще сократила количество кустовой петунии в этом сезоне. Поэтому небольшой такой у меня обзор-то для вас. И сейчас хочу показать вам уже семена из интернет-магазина у Беллы. Это цветочки, которые я выращиваю для себя. Очень мне хочется посмотреть на их развитие, изучить и затем уже, если что, на будущий сезон на них рассчитывать. Но я в одну плошечку сеяла по два вида. И в них досеивала семена, которые у меня остались с прошлого-позапрошлого года. Поэтому сейчас все посмотрим. Итак, первая плошка здесь у меня My Joy петуния. Мне она в прошлом сезоне от Беллы досталась в подарок. И мне понравилось, как она ведет себя. В принципе, такой кустик неплохой был. И я заказала в этом сезоне, в этом году для себя еще несколько расцветок. Посмотрите, My Joy белая, но она такая вот, не знаю, может быть, эта фотография так вот искажает свет, но она, на мой взгляд, такая немножко желтинкой. Показалось мне, поэтому вот я пять штучек заказала. И вот четыре всхода из пяти. Развитие, смотрите, одинаковое, все отлично. Такая компактная, приземистая. А здесь с краешку у меня софистика Lime Green от Поиска. Здесь, посмотрите, семена, повторюсь еще раз, что старые. Смотрите, год урожая 18-й, дата фасовки 19-й. Использовать до 22-го написано, 12-го. Ну, то есть, посмотрите, сколько уже семена. И пять штучек у меня было посеяно, четыре всхода есть. И какое у них хорошее развитие. Мне кажется, даже лучше, чем вот софистику я показывала до этого из профессиональных семян. Ну, и тем более уже, да, dreams вообще, конечно. Вот сколько же интересно тогда возраст вот этим семенам, которые вообще не взошли. Если мы видим, какая всхожесть у семян от урожая 2018 года. У меня, конечно, вопрос открытый. Следующая плошка, опять же, My Joy. Очень мне понравилась вот эта интересная такая расцветка. Yellow Bronze Red. Пять штучек. И здесь, смотрите, все пять взошли. Тоже они такие очень компактные, кустистые. Мне нравится развитие этой питуньки. А с другой стороны здесь семена Джоли Красная Звезда. Крупноцветковая итальянская серия. Фасовка идет 20-го года. Срок годности до 23-го. Год урожая здесь не отпечатался. Посеяно было 10 штук. Но здесь уже, конечно, вот отстает всхожесть. Здесь, смотрите, всего 4 всхода. Один такой еле-еле еще тут вроде бы как может быть. Но один такой центральный, прям вообще волшебный. Посмотрим на эту расцветку в дальнейшем. Следующая плошка здесь у меня идет Trilogy. Многоцветковая уже. Здесь не такой должен быть крупный, крупный цветочек. Это мне пришла питунья бонусом. Опять же, в подарок. Буду с ней знакомиться. Многоцветковая Trilogy Purple. Спасибо огромное, что исправляете меня. Я вот видите, пурпли и пурпли для меня. Оказывается, надо говорить Парпл расцветка. Все, буду исправляться. В общем, Trilogy Purple. 5 штучек. И посмотрите, здесь у меня 4 всхода из 5. Ну и развитие вообще хорошее. Мне нравится. А с этой стороны у меня была посеяна. Вот такая вот уже серия Софистика. Но она здесь переименована крупноцветковая Lime Bicolor. Смотрим, значит, здесь вообще урожай 2017 года. Фасовка 2019 до 2023. Написано, нужно реализовать. В драже у меня было посеяно. И вот один только всход у меня взошел. Так что 2017 года петуния вот хоть одна у меня, да, есть. И развитие, я хочу сказать, вам тоже, в принципе, неплохое. Следующая серия, с которой хочу познакомиться. Канкан. Орликин бургунди. Такая интересная у нее расцветка. 10 штук было посеяно семян. Всхожесть, конечно, не очень. Всего 6 всходов из 10. То есть, видите, да, и здесь не взошло, и здесь не взошло, и здесь. В общем-то, в общем-то, как-то так. 6 из 10. И следующая расцветка. Здесь уже идет Cherry Rose. Тоже Канкан серия Орликин. Она немножко такая будет вишневая. Это же будет такая более бордовая. Тоже 10 штучек у меня было посеяно. Ну, здесь 7 всходов. Один вот только-только начал всходить, развиваться. 7 из 10. И заключительная плошка. Петуния Плюш. Очень мне ее нахвалили. В прошлом году, когда я делала обзоры на свои петунии, вот говорили, Юля, попробуй. Я увидела вот эту вот расцветку Salmon. Это ампельная петуния, но она у меня лежала вместе с кустовыми, поэтому запоздала я с посевом этой петунии. Но, тем не менее, из 10 штучек 10 всходов у меня. И посмотрите, какое хорошее развитие. Вообще, просто мне нравится эта петунька. Девочки мне писали, что шикарный цветок и держит в непогоду. В общем, ну и попрошу я вас тоже в комментариях, напишите, пожалуйста, кто выращивал данную серию, как она вам. В общем, будем с вами смотреть, изучать и наслаждаться вот данной расцветкой. Salmon мне вообще нравятся эти лососевые такие красивые яркие расцветки. В общем-то, мне нравится, мне нравится эта плошечка. Вот такая у меня была на сегодня для вас информация. Конечно же, в комментариях жду ваши отзывы и поделитесь впечатлениями о вашей всхожести. Всем желаю крепкой, здоровой рассады. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!